По легенде учений, группа диверсантов захватывает условный населенный пункт. При виде миротворцев боевики выходят на баррикады. К деревне приходится прорываться с боем. Когда переговоры с противником заходят в тупик, здание, где укрылись диверсанты, решено брать штурмом. Подразделение штурма работает двойками-тройками, то есть в боевом порядке. Впереди всегда идут штурмовые подразделения инженерных войск, которые выполняют задачу по разминированию объектов определенных зданий для дальнейшего прохождения второго эшелона войск. Доставляет штурмовую группу на место боя специальная бронетехника. Эти тайфуны татарстанского производства. Внутри автомобиля находится инженерно-штурмовое подразделение, одетое в экипировку общевойскового комплекта разминирования, которое предназначено для штурма зданий и захваченных объектов. Защищает он военнослужащего от пуль, выстрела калибра 7,62 мм, автомата и винтовки. На полигоне танкового училища плечом к плечу отточили военные навыки бойцы из России и Белоруссии. Полезно тем, что они пригодятся в будущем. Ничего не знаешь, что будет завтра, надо быть готовым всегда. А быть готовым надо к любой угрозе. Самодельное взрывное устройство – сюрприз. Сухой паёк, пристально ваше внимание, срабатывает при открытии. Следующее самодельное взрывное устройство – это книга. Книгу подняли, открыли, происходит подрыв. Найти и обезвредить взрывчатые устройства на расстоянии помогают новейшие образцы техники. Например, вот такой робот-сапёр, который называется «Кобра». Управляется он с помощью специального пульта. Здесь же установлена видеокамера. Здесь можно внимательно осмотреть подозрительный объект. Управлять машиной можно на расстоянии одного километра. Сегодня третий день масштабных учений «Нерушимое братство ОДКБ». Манёвр продолжится до 12 ноября. Рамиль Галюлин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705100.